Можно. Что с мамой? Ну, у мамы сахарный диабет, поэтому мама у нас периодически... Ничего себе, автобус как лихо едет. Поэтому мама периодически у нас лежит в больнице. Вот. Проверяют сахар, пытаются скорректировать инсулин. Что там с Голл, что там с Ебаровым? Не знаю, ребят. Ничего не могу сказать. Сегодня была фотосессия. Мы там встретились с Аленой. Конечно, она мне рассказала ужасы нашего городка. Я в шоке, если честно. В шоке от всего происходящего. Вот. Ну, неприятная очень история. Красивое спасибо. Здоровья мамочки, да. И вашим родителям здоровья. Это самое главное и самое важное. Что с губами? С губами все хорошо. На губах губы. Ничего нового. Скажите, какая ваша зарплата была на Думе-2? Ну, когда я была участницей, у меня была максимальная зарплата. Вот. Когда я была ведущей, это конфиденциальная информация. Нет. Детей у меня нет. Есть только крестники. У вас скоро свадьба или уже была? Не скоро и еще не была. Вернулись с гулянки два жениха и Баров и Блюм. Ну, наверное, вернулись. Куда же они денутся? Только вот у меня всегда вопрос. А стоило ли овчинка выделки? Ну, погуляли парни. Ну, круто. Отвели душеньку. Верните налево. А смысл-то в чем? Но каждый человек, конечно, особенно мужчина, мне кажется, приходит в более зрелом возрасте к тому, что гульки, телочки в клубах, это все временное явление. Очень важно, чтобы тебя дома кто-то ждал. Очень важно, чтобы была семья, правильная семья, потому что иметь абы какую семью для галочки, я тоже в этом смысла не вижу. Ну, и вот эти вот постоянные загулы по караоке. Слушай, ну, в 70 лет ты же в караоке ходить не будешь, а захочется, чтобы кто-то водички принес, да? А если ты будешь постоянно гулять, то вряд ли кто-то принесет. Вот, если там дети будут, там дети будут, помогать никому не будешь, потом на старости лет и ты никому не будешь. Нужен сужу по себе, потому что мне, я в свое время была не нужна своему папане, сейчас мой папане не нужен мне. Все очень просто. Я всегда говорю, что ниточка цепляется за иголочку, иголка пришивает пуговицу. Без нитки одной иголкой ты не пришьешь пуговицу, как бы ты ни пыжился. Так вот, очень важно думать о своем будущем, будучи молодым. Но многие же думают, а я всегда буду эгэ-гэй, а ни хера подобного, ни хера. Ой, ну что вы смеетесь надо мной? Ну, это же правда. Класс все показывает, класс. Что-то умное я сказала, да? Согласна с тобой полностью. Привет из Новосибирска. Новосибу тоже привет, ты умничка. Спасибо вам большущее. Я так люблю, когда вы меня хвалите, хвалите меня, хвалите. Это так приятно. А ключи из машины, да, ключи из машины достали, вызвали вчера человека. Услуга эта в Москве, по крайней мере. Стоит 4 300. Так он ее открыть с личинки, с моей двери, с двери водителя не смог. То ли, может быть, она заблокирована, то ли она засорилась. Я не знаю, какие-то подушки такие надувал, сюда вставлял. Потом у него такой крюк большой. Он проделал этот крюк, подцепил ручку и открыл дверь. Вот, Юль, мне очень нравится твоя правдивая резкость, все в точку. Ну, многие, конечно, обижаются на остроту моего языка, на иногда чрезмерную резкость. Но я считаю, что... Ну, во-первых, я такая. Да, я не буду, знаете, в мягкости или жестко спать. Это вообще не моя история. Я как считаю, так я и говорю. С моей правдой и с моими жизненными принципами можно либо согласиться, либо не согласиться. Вот. И, конечно, многие с моими мыслями не согласны. Особенно мужчины. Почему давно не слышно, как ты поешь? Как я вот недавно, мы ходили в караоке, я выкладывала 20-го числа как раз на свадьбе у Ебаровых. Очень красиво, я не обращаю внимания, что там пишут про губы. Ой, понимаете, если бы я обращала внимания на всех писак, которые критикуют мою внешность, мой характер, я бы уже забилась где-то дома под кроватью и вообще бы не высовывалась. Ну, люди всегда писали и будут писать, потому что это их удел, им нечем заняться. Вот они сидят и считают, что вот сейчас, если они напишут, что что-то с моими губами не то, я, конечно, пойду их исправлять, не понимая, что мне вообще чихать на то, что они там считают. Ну, пусть пишут. Как Ебаровых, ребят, понятия не имею. Кого поддерживаешь, Ебарова или Рапунцель? Я всегда при любом раскладе буду на стороне брат, свад, сын, друг, неважно, я буду всегда на стороне женщины, какая бы она ни была, что бы она ни делала, если мужчина поднимает руку. Это невозможно оправдать, и люди, которые это оправдывают, очень зря это делают, поэтому мужчина на то, но мужчина это сдержанность, понимаете? Мы, женщины, мы можем вспылить, мы можем истерить, нервничать, ругаться, женский пол, он слабый. Что позволено женщине, да, если скажешь женщина истеричка, это не обидно, если истерик мужчина, это труба, девчонки. Мужчина должен себя контролировать, понимая, что все, пик эмоций, эмоции берут вверх, ты можешь сейчас взорваться. Выйди, я всегда мандезирую, говорю, выйди, пойди воздухом свежим подыши, продышись, успокойся. Поэтому, конечно, я не поддерживаю, вообще не поддерживаю Илюху в том, что он там кинул в нее микрофон, а если бы что-то бы там сломал ей. Ну, в общем, это все ужасно, так не должно быть, тем более взрослые люди, у которых есть язык, они должны разговаривать при любом раскладе, потому что потом, а я уверена, что Илюхе будет стыдно за то, что он там, тем более при ее маме распускать на нее руки. Ну, короче, это все неправильно, так не должно быть. Не знаю, мне кажется, что если у меня родится сын, и когда-то я узнаю, что он распускает руки на женщину, мне кажется, я сама, неважно в каком возрасте, просто изобью его. Ну, потому что это, в моем понимании, это недопустимо. Ну, тогда одевай юбку, если ты бьешь женщину, одевай юбку и становись бабой, потому что женщина тебе не может ответить, понимаете? Она не может в силу своей половой принадлежности, в силу того, что она в разослабее, чем ты. Короче, я очень, если честно, раздосадована и еще сильнее негодую, потому что я люблю Ябарова как человека, я всегда говорю, как друг, он прекрасный, но по отношению ко мне, по крайней мере. Но это неправильно. Эмоции, не эмоции, это все не оправдание. Юль, посоветуй пудру, какой ты пользуешься. Ну, рассыпчатая у меня Шанель, а компактная Шоссейда. Мне нравится. Но тут все индивидуально. Питер, привет. 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 Ох, как бы вы знали, как у меня болит голова. Просто какой-то капец. Я не против естественности. Я за то... Вот долбоеб. Простите, конечно, меня, но как так можно вообще ехать? Я не против естественности. Я за комфорт. Если человеку комфортно ходить со своей естественной красотой, если его все устраивает, ради бога. Но если человеку что-то в себе не нравится, я только за, чтобы он в себе это менял. Тем более, если позволяет возможность. Почему бы нет? Я вообще не вижу ничего плохого абсолютно. Ну вот, говорите, ведь все верно. Но ваш спутник практически делал то же самое. А кто сказал, что я поощряю какие-то такие вещи? Вы разве когда-то слышали, что я говорила где-то? Что я поощряю, когда мужчина выходит из себя? Ни разу я это не говорила, никогда я это не поощряла и поощрять не буду. Юль, как часто с тобой знакомиться за рулем? Ну, я просто не знакомлюсь. Вот и все. Да какая естественность, блин. Все красивое, все сделанное. Расскажи, с какого раза сдала она права и когда это было? Ну, права это отдельная история. Думаю, все-все прекрасно понимают взрослые люди. Вот. Поэтому не будем здесь. Ха, птичках. Юль, добрый вечер из Краснодара. Ой, Краснодару огромнейший привет, добрый вечер. Я все-таки надеюсь, надеюсь, что получится у меня еще раз посетить мой любимый город в ближайшее время. Как всегда четко. Что вопрос за вопрос? Вы не расстались с Мандезиром? Расстались с Мандезиром. Аварии. Ну, один раз мне шарканули дверь. И я стояла на светофоре. Мне нужно было поворачивать налево. И машина пролетела. И у меня прям так неплохо шаркнули дверь. Вот. Вроде бы все. Как-то даже не помню, если честно. Нет, по-моему, что-то еще было. Ну, такие они были очень незначительные, мелкие. А, как-то я ехала на съемки. Да, я ехала на съемки на дом. И прям на повороте тоже у меня была авария. Года полтора, наверное, назад. Опыт вождения у меня большой. Я за рулем с 17 лет. Мне сейчас 33. Вот. И сочетайте. Я достаточно неплохо вожу. Сколько заживает грудь после увеличения? Вчера вот был прямой эфир. Я говорила, что это все индивидуально. Мне повезло. У меня вообще все быстро. Без каких-либо осложнений. Без каких-то последствий. Прям вот вообще идеально. Молодец, чувак. Давай, поворачивай, когда я еду. Вот. Но не у всех, к сожалению, так бывает. Где ты сейчас работаешь? А что вам эта информация даст? У меня есть финансовая возможность. Слава Богу. Поэтому с 9 до 6 в офисе могу не сидеть. Губы неприятны делать. Особенно неприятно, когда они заживают. Лично мне. Прям. Их прям... Знаете, такое ощущение, когда тебя там распирает что-то. Мне неприятно. Мне хуже даже, когда они подживают, чем сама процедура. Седан, хэтчбек или кроссовер? Однозначно кроссовер. Даже вот не думая, отвечу вам. Ты за рульом выглядишь сногсшибательно, красотка. Спасибо большое. Мне приятно очень. Ребята, я бы спела, но у меня так болит голова. Прям раскалывается, что я не в состоянии сейчас петь. Сейчас доеду до Мандезира, пусть сам садится за руль. Полчаса осталось ехать. Мамуля, ну так, потихонечку, потихонечку. Счастья вам и добра. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. И вам того же желаю. Что знаешь про Блюма, он еще гуляет или помирился с Левченко. Ребят, давайте я не буду за других людей говорить. Вообще терпеть не могу это делать. Я думаю, что все будет в эфирах. Аня, если захочет, сама все напишет. Так, в пробку встану сейчас. Такое пишет, не хочется читать. Ну, каждый пишет то, что у него в голове. Понимаете? Вот сколько в голове извилин, вот ровно тот человек и выдает сюда. Нет, секс в отношениях не главное. Далеко на хорошем сексе не уедешь. И так же без хорошего секса далеко не уедешь. Тут, как я говорю, болт с гаечкой должен совпасть. Понимаете? Это очень важно. Ух, блин. Машина называется Ауди. Окончание конкурса 26 числа. В эфирах не дождешься платно смотреть дураков. Нет, в эфирах только бабуси. А есть же какие-то группы, которые заливают. Или везде все платно. Я просто не смотрю, не знаю. Юля, убери отсюда Мару. Не знаю, кто ты такая. Пусть сидит. Допустим, мага, который видно в своем ауле, то кокос ебет. Простите меня, мои подписчики, которые пишут просто постоянно всякую херню. Чувак, если думаешь, что я тебя не замечаю, я тебя замечаю. Иди дальше. Ты с гор спустился? Или ты еще в горах проживаешь? У вас там, наверное, женщин в глаза не видят, только на картинках. Ну так вот иди сам себе сосни и козу отъеби, потому что ты по-другому не понимаешь. Я просто удивляюсь, бляха-муха. Вы дикие, вы откуда-то такие дикие просто. Вы позорите свою нацию, дебилы. У меня столько друзей разных, чеченцев, дагестанцев, грузины, неважно, адекватные, приличные люди. Эти, ёб твою налево, колхозники, просто конченые колхозники. Вот вы живете в своем ауле, женщин, блядь, только по телевизору увидите, и то, наверное, у вас и телевизора нет. И заходите, интернет у вас откуда? Мага, Магомед. Чтоб твоим родителям было стыдно, дебила-то. Это и есть, потому что за такого придурка даже замуж никто не пойдет. Дрочеры. Это обычные, типичные дрочеры, которые вот только имеют передергивать свой стручок. Ну, ты еще что-то мне напишешь? Пойдешь нахуй быстро отсюда. Что, пупсики мои, Юльку разозлили, да? Я просто ненавижу неполноценных мужиков, вот просто ненавижу, которые только и могут это-то писюльки свои сторочить. А ты мне это, а ты мне то. Ну, сам себе пойди и сделай, в конце концов, раз ты такой у нас нарядный пацан. Юлечка, не ругайся на всякое дерьмо. А я не ругаюсь, просто, ну, они мне смешны, вот эти вот Магомеды всякие, которые вот такие вот писюльки строчат. Что делать бросил парень? Ну, точно не отчаиваться. Ну, точно. Вы же прекрасная. Теперь свободная. Жизнь, она такая яркая, такая насыщенная. Придет в вашу жизнь молодой человек. Ну, вот это опыт. Печальный, но опыт. Такое тоже бывает. Он пусть думает, что ему теперь без вас делать, а не вы. Что, где твой бойфренд? Мой бойфренд на работе. Ростову тоже большой привет. Что делать подруга предала? Ой, у меня тоже, знаете, сколько раз в моей жизни случалось предательство от близких людей, от подруг, которые у меня жили, пили, ели, спали, ходили в моих вещах. Били, 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 били на полосу. А потом, ну, то есть те люди, от которых вот вообще не ждешь. Потому что мы же как бы доверяем близким, на то они и близкие, правильно? Вот. Поэтому я теперь очень осторожно полностью и всем я не делюсь вообще ни с кем. Потому что это прометчивый поступок делиться всей информацией. Вот. Лучше пусть это случится на ранней стадии, чем вы с человеком продружите там до пенсии, и потом она себя поведет как сука конченная. Пусть свое истинное лицо показывают на ранних сроках. Вот. Так, ладно, ребятки, я вас целую, я с вами прощаюсь, вам всего хорошего. Может быть, не может быть, а завтра выйду в прямой эфир, потому что я же пообещала вам разыграть деньги. Вот. А 26-го у нас уже финал конкурса, финал моего розыгрыша. Поэтому, кто еще не принимал участия, принимайте. Все, целую всем. Хорошего вечера. Пока.